Всех приветствую на моем канале Sir6T, а также на сайте s-chip.com.ua Сегодня я хочу поговорить о том, отличается ли вообще D-Sick и Splitter, и если отличается, то чем. Я понимаю, что сейчас на меня посыпется шквал возмущений от вас, зрители, но поверьте, что есть много людей, которые об этом не знают. И я думаю, что есть такие же вопросы, о которых не знаете вы, а для других они окажутся элементарные. Поэтому, если вы это все знаете, можете пропустить это видео. Но может вы тоже из этого видео почерпнете что-то для себя интересное и полезное. Почему я затронул эту тему? Мне очень часто приходит много вопросов, на которые, как вы понимаете, я не всегда могу быстро ответить. Потому что вопросов приходит каждый день, бывает до сотни, и на все отвечать у меня не хватает времени. Если кто-то из вас знает и ответит за меня, большое вам спасибо. Потому что под видео все мы можем вести дискуссию, и даже, может быть, некоторые из вас знают что-то, чего не знаю я, и ответите за меня. Я регулярно просматриваю вопросы, которые вы мне задаете под видео, и выбираю интересные, чтобы ответить на них, или те, которые встречаются часто. И вот сегодня опять я увидел вопрос, который периодически уже не раз возникал, можно ли вместо дайсика поставить сплиттер. Бывает, что спрашивают наоборот, можно ли вместо сплиттера поставить дайсик. Вопрос примерно однотипный, и я хочу сразу ответить на него одним видео. Чтобы потом, если мне будут задавать похожие вопросы, я буду давать просто ссылку, и не тратить время на то, чтобы написать понятный для зрителя ответ. На своем сайте, а также канале, я не раз упоминал тему и дайсика, и сплиттера, вот допустим, некоторые из этих статей. Кому будет интересно, перейдите на сайт, ссылка будет в конце видео, а также ниже, под видео. И там вы найдете, я думаю, много полезной и нужной информации. Я открою несколько из этих статей, где вы можете узнать, вот допустим, статья, как проверять диссик при помощи одного светодиода резистора. Вот еще одна статья о диссиках. Здесь я рассказываю о том, как можно сделать прибор для проверки этих устройств, а также как можно обыкновенную эфирную антенну подключать через диссик и переключать ее даже несколько антенн. В общем-то, кому будет интересно, перейдете. И также само на моем канале много видео, которые я рассказываю о диссиках. Также есть и несколько видео о сплиттерах. Допустим, вот одно из них. Это не просто о сплиттерах, а о разновидностях этих устройств и чем они отличаются. Но каждая из этих видео или статей, они разноразненные и не отвечают в общем на том, какие у них различия. И сейчас давайте разберемся, чтобы было всем ясно и понятно, чем же они отличаются и смогут ли они заменить друг друга. И начнемте давайте со сплиттера. Итак, что такое сплиттер? Чтобы сильно не заморачиваться, а вам было понятно, сплиттер это самый обыкновенный делитель сигнала. Вот идет провод. И нам нужно его разделить на два источника. Вот и получается самый простой сплиттер. Мы разделили сигнал с одного на два. Хотя реальные сплиттеры более сложные, но сам принцип работы примерно такой. У него есть, куда заходит сигнал, вход и выходы. Как минимум два. Но бывает и больше. Выглядят сплиттеры. Могут по-разному. Допустим, один вход, два выхода. Один вход, три выхода. Четыре выхода. Некоторые из них даже очень похожи на дисик. Вот допустим, такие как эти. Но если мы какой-нибудь из них разберем, то внутри них найдем практически очень простую схему. Где, как я сказал, один сигнал делится на несколько выходов. Допустим, вот как в этом сплиттере. Здесь территовое колечко, на которое намотано несколько витков провода. И получается ВЧ-разделительный трансформатор. Служит он для согласования. Вот и все устройства практически большинства сплиттеров. Хотя сплиттеры бывают и других видов. Допустим, тот же DSL сплиттер. Если вы пользовались интернетом когда-то от Укртелекома, то я думаю, у вас была такая коробочка. У этого сплиттера было другое немножко назначение. Но принцип примерно тот же. Он делил входной сигнал на несколько устройств. Допустим, он делил тогда на телефон. И ваш модем. Но это было опять отступление. А теперь давайте перейдем к DSL. Это мы разбирали сплиттер, как устроен. И оказывается, он устроен довольно просто. И даже его можно самому спаять. Что радиолюбители часто и делают. А вот DSL это уже более сложное устройство. И внутри него, если мы разберем, находится довольно большая схема. В центре которой находится контроллер. Который, принимая сигналы с тюнера, начинает выполнять те команды, которые он получил. Так же само, он имеет 4 выхода, как некоторые сплиттеры. Но эти выходы работают вообще по-другому. Давайте посмотрим, как они работают. Схематически это можно нарисовать, как обыкновенный переключатель. Вот один выход. Это вот этот центральный на DSL. И 4 входа. Это вот первый, второй, третий и четвертый. И внутри находится электронный переключатель. Он может быть одновременно соединять только один из входов с выходом. И никогда два входа и три тоже с выходом он соединять не может. В отличии от сплиттера. Поэтому его задача в каждый момент времени просто соединить как бы напрямую один из входов с нашим выходом, который пошел на тюнер. Поэтому одновременно может работать только одна головка. А вся эта сложная схема, которая находится внутри DSC, она и является этим электронным коммутатором. Микроконтроллер выполняет команды, которые поступают от вашего тюнера. И он знает, в какой момент, если вы включили, допустим, какой-то из каналов, то он получает задание, какую для этого канала ему подключить головку. И поэтому, как видите, и задачи, и принципы действия у DSC и у сплиттера существенно различные. И заменить они ни в одну, ни в другую сторону друг друга не могут. Ни сплиттер не может выполнить функции DSC, ни DSC не сможет выполнить функции сплиттера. У каждого свое предназначение. Поэтому это путать не нужно. Просто покупаем то, что должно стоять у вас. Если у вас обыкновенная эфирная антенна, то там чаще всего будет использоваться сплиттер. Если у вас спутниковая антенна, то будет использоваться DSC. Хотя я в некоторых своих статьях рассказывал, как сделать, допустим, чтобы через DSC работали эфирные антенны, но это уже отступление. Кому будет интересно, посмотрите. Может кому-то это и пригодится. Теперь я надеюсь, что просмотрев это видео, вы теперь уже все знаете, что такое DSC, сплиттер, чем они отличаются и как их использовать. Если видео понравилось, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, не забудьте подписаться. Также посетите мой сайт. И как я попросил в начале, если кто знает ответы на некоторые вопросы, которые мне задают под видео, обязательно отвечайте. А на этом всем спасибо. Всем приятных просмотров и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok